Знакомы ли тебе Альфред Эхо, Питер Вейнбергер и Брейн Керниган? Если взять первые буквы фамилий этих ученых и выстроить их в ряд, получится известная для всех ренуксоидов команда. Здравствуйте, я Антон Павленко. Сегодня мы продолжим повелевать текстом. Наливайте приятную для вашего организма жидкость, усаживайтесь поудобней, давайте знакомиться с утилитой iwk. А спонсором сегодняшнего выпуска являются донатеры. Спасибо вам! Благодаря вам я смог выпустить целых два образовательных ролика. А также мой второй канал, на который переехали все смешные и придурковатые ролики. На этом канале останутся новости, ролики о жизни IT и уроки. Не бездоль юмора. Так что переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на мой второй канал, если вам интересен юмор. Работа с текстом – это одно из самых главных умений пользователей Linux. Без этого ты не станешь повелителем консоли. Не любишь консоль? Удали Linux и поставь macOS. Любите ли дыкать мышкой? Свою желчь можете излить где-нибудь там, внизу. iwk – это наимощнейший инструмент обработки текста. Знание о нем и других интересных программ вам поможет быстро и без особого вреда для нервных клеток обработать огромный лог. Быстренько посмотреть понятную информацию и решить проблему, пока ваше руководство думает, то ли они чего-то натворили, или посетить вас и уважить вашу пятую точку. Синтаксис ewk похож на C и Perl и является батей последнего. Наверно поэтому алды так прикипели к этой жемчужине. ewk не дает забыть им первую любовь, тем более такую мощную. Основной синтаксис ewk – опция условия действия. ewk работает как эсет, читает строку и выполняет в зависимости от условий. Плюс тут есть действия. Видео о утилиты SET вы можете глянуть на канале, ссылку я оставлю в описании. ewk может принимать обрабатываемый текст как из стандартного потока ввода, так и из файла. Давайте на основе примеров познакомимся с этим замечательным инструментом. Предположим, вам надо узнать список айпишников, подключенных к компьютеру. Как это сделать? Командой netstat. Много мусора, надо скроллить и так далее. Неудобно. Много информации и не вся нам нужна. Давайте отфильтруем. Можно конечно это сделать с помощью команды grep, но мы с ней познакомились в другом видео. Здесь использовать не интересно. Чтобы отфильтровать информацию нашей замечательной командой, перенаправим стандартный поток вывода netstat в ewk. В кавычках введем шаблон, обрамленный бэкслэшами и в фигурных скобках нам нужно расписать действие. Что нам надо вывести на рожу? Так и напишем print. Уже лучше, но нам нужен только список айпишников, подключенных к нам. Как их вывести? Print умеет выводить столбцы. По умолчанию они отделяются табуляцией или пробелом. В данном случае табуляцией. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. Пятый столбец выводит нужную нам информацию. Пишем $5 и получаем желанный результат. Предположим, нас не интересует подключение через IPv6 и хотим от этой информации выводе избавиться. Как это сделать? ewk предлагает полный набор операторов сравнения, в том числе обычный. Кроме того, в ewk можно использовать операторы совпадения и несовпадения. Причем сравнивать мы будем по столбцам с первым столбцом. В нашем случае вместо выражения подставим $1 равно равно TCP. Уже лучше, но для дальнейшей обработки текста нам понадобится только IP адреса. Но как их отделить от портов? Стандартное поведение ewk не поможет. Что же делать? Вызываем мага? Или воспользуемся ключиком –f и укажем нужный нам разделитель. Либо с помощью переменной fs, которая также задает разделитель полей. Дальше нам нужно вычислить самые активные IPшники. Для этого наша любимая утилита не самый лучший друг. Вызовем другого супергероя – Sort, который нам отсортирует IPшники. И Uniq, который без параметров выводит уникальные строки. А с ключиком –c их посчитает и в первом столбце выведет количество. Уже не стыдно и шефу показать. Приправим немного сортировкой. С ключиком –n отсортируют по числу, а –r отсортируют по убыванию. Чего-то мне не хватает в этой картине, чтобы все было понятно из нашего отчета. Шапки с описанием полей. Для этого есть begin – действие, которое выполняется до обработки текста. Здесь вы можете задать переменные и, например, вывести шапку для нашего текста. Добавим номер по порядку, IP и количество. Но все вывелось не в таком порядке. Что же делать? Для этого воспользуемся все теми же переменными, которые выводят наши столбцы. Через запятую. Теперь столбцы в нужном порядке. Красота! Так, осталось вывести номер строки. Для этого воспользуемся переменной fnr. Она – о великий хранитель номера обрабатываемой строки. Какие еще существуют переменные, вы можете посмотреть в материалах, которые я оставлю в телеграм-канале. Надеюсь, вы подписались. Если нет – ссылка в описании. Вот так вот получилось. Еще бы я добавил итогов. Вывести его можно с помощью end, который выводит нужную информацию после обрабатываемого текста. Ну как нам посчитать, сколько у нас IP? Для этого, как и у любого нормального языка программирования, AVK имеет переменные. Они нужны не только для получения и запихивания информации, но и тонкого или не очень изменения в процессе. Добавлю переменную end и при каждой обработке строки буду добавлять значение первого столбца. Математика в башскриптах. Как видите, не только текстом – сытый. Вот уже почти все готово. Вся нужная информация у нас на экране. Но давайте немного приукрасим. Я не буду мучить AVK и расскажу еще об одной интересной утилите – колумб, который выводит текст в виде таблицы. Видите, как красиво. Не стыдно сделать скрин и кому-то отправить. В AVK также есть циклы, условия. Но если они вам понадобятся, значит вы уже познали дзен и сможете сами разобраться. Подписывайтесь на канал и другие социальные сети. Если есть возможность, помогайте каналу финансово. Все ссылки будут в описании. Если вам интересен юмор, подписывайтесь на второй канал. До встречи!